Медиапроект «Читаем вслух» представляет Владимир Сединкин Рассказ «Другой человек» Читает Александр Дунин Находясь в двух шагах от смерти, в окружении любящих родных и близких, я, Джон Хэммиш Ватсон, продолжаю огорчать читателей своим неумелым литературным даром. Ведь древним старикам, чтобы окончательно не впасть в маразм и не утерять нити реальности, свойственна любовь к графоманству, и я не являюсь исключением из этого правила. Меня всегда удивлял тот факт, что очерки о Шерлоке Холмсе приобрели популярность, которая сделала вашего покорного слугу известным не только в Британии, но и за ее пределы. Думаю, что дело тут, конечно, не в моем писательском таланте, а скорее в личности великого детектива, помощником которого я являлся на протяжении многих лет. Давно уже нет в живых моего дорогого друга, впрочем, как и большинства участников и фигурантов наших расследований. События прошлого постепенно начинают забываться мной, подергиваясь дымкой времени, но в последнее время я все чаще и чаще вспоминаю один из эпизодов в череде наших приключений. Я никогда никому не рассказывал и не писал об этом деле, но события осени 1885 года и встреча с русским солдатом оставил у нас с Холмсом в памяти и душе отчетливый след, которому было не суждено исчезнуть. После недели бесконечных и унылых дождей наконец-то выглянуло солнышко. В это воскресное утро ваш покорный слуга и его друг Шарлок Холмс отправились в Королевский театр Ковент-Гарден на премьеру спектакля, название которого я уже позабыл. Ничего интересного на представлении мы не увидели, но, вернувшись домой к полудню, нагуляли зверский аппетит. Наше холостяцкое жилье на Бейкер-стрит, 221-Б, встретило нас волшебным ароматом баранины под чесночным соусом и чрезвычайно скупым на эмоции лицом нашей хозяйки миссис Хатсон. — Мистер Холмс, вас ожидает гость, вздернув подбородок вверх, произнесла она. — Великолепно! Накрывайте на стол, он отобедает вместе с нами. Мы с доктором Хатсоном чрезвычайно голодны. Шерлок избавился от верхней одежды и, улыбаясь, взбежал на лестницу, ведущую на второй этаж. — Джентльмен, ожидает вас уже два часа! — взглянув на напольные часы у входа, пояснила женщина. — От обеда он сразу отказался. Думаю, у него дело чрезвычайной важности. Подмигнув мне, Шерлок сказал, — Ко мне с другими делами не обращаются. Что ж, дайте нам полчаса, а потом накрывайте на стол. Иначе баранина остынет, и это будет настоящим преступлением. Облачившись в свой любимый вязанный кардиган и теплые тапочки, я последовал за Холмсом и нашей хозяйкой. Однако, когда поднялся наверх, то увидел своего друга, замерзшего возле вешалки и внимательно разглядывающего светло-серое пальто гостя. — Что вы можете сказать об этом джентльмене, миссис Хадсон? — Вас интересует мое мнение о вашем посетителе? С каких-то пор? Приподняв кончиками пальцев рука в пальто, Холмс задумчиво ответил. — Очень интересует, так как гость наш, человек в высшей степени необычный, и, возможно, мы затратим на него куда более значительное время, чем я думал. Хмыкнув, наша хозяйка убрала с олба непослушный локон волос и сказала, — Очень воспитанный молодой человек, с прекрасными манерами и приятной внешностью. Развлек меня беседой и дал совет о том, как избавиться от этих чертовых вездесущих муравьев, которые, а вам не показалось что-нибудь странным в его поведении, перебил женщину Холмс. — Нет, не показалось, разве что его глаза, даже когда он улыбается, остаются полными грусти. — Спасибо. Поблагодарив миссис Хедсон, Шерлок, а за ним и я покинули коридор и оказались в нашей гостиной, наполненной ярким солнечным светом и целой кучей предметов непонятного происхождения и назначения. В кресле у двери нас ожидал мужчина немногим за тридцать, в элегантном шерстяном костюме тройки темно-синего цвета, на сужающихся книзу брюках выделялись безукоризненные стрелки, левая рука была одета в черную кожаную перчатку. Наш гость был блондином, выше среднего роста, крепкого телосложения и носил на лице испанскую бородку, которая только подчеркивала его глубокие серые глаза, сразу приковавшие мое внимание. Во время своей службы в армии я несколько раз встречал такой взгляд. Им обладали самые отчаянные командиры, способные с саблей и револьвером броситься на перерез многочисленному неприятелю, поднимая в бой солдат и орудуя своим оружием так же ловко, как и смертоносно. Пока, замерев словно соляной столб, я разглядывал нашего посетителя, Холмс уселся в свое любимое кресло, набил табаком трубку и обратился к мужчине, даже не поприветствовавшего нас вставанием. «Чем могу быть вам полезен?» Буквально впившись глазами в Шерлока, гость, четко выговаривая каждое слово, произнес, «Прежде чем я представлюсь вам и сообщу цель моего визита, мне бы хотелось воочию лицезреть ваш знаменитый дедуктивный метод в действии. Что вы можете рассказать обо мне?» «Что скажете, доктор Ватсон, давно у нас не было таких интересных гостей?» Усаживаясь на стол напротив окна и пододвигая поближе к себе шкатулку из кедра, в которой хранился мой армейский револьвер, я ответил, «Вы правы, Шерлок, наш гость слишком много требует от людей, в помощи которых, судя по всему, нуждается». Все это время мужчина продолжал внимательно смотреть на Холмса. Левая рука его, согнутая в локте и сжатая в кулак, упиралась в бедро, а правая покоилась на ручке кресла, пальцами поглаживая подбородок. Поза гостя была обманчиво расслаблена, но я готов был поклясться чем угодно, что он, словно взведенная пружина, готов действовать. Чуть наклонившись вперед в кресле, посетитель посмотрел на меня и произнес, доктор, успокойтесь, оружие вам не понадобится, я не намерен причинять вам вред. Хихикнув и выпустив облачко дыма над головой, Шарлок сказал, пожалуй, я удовлетворю ваше любопытство, кем бы вы ни были. Встав на ноги, он отвернулся к окну и, выдохнув еще одну порцию дыма, продолжил, «Итак, Ватсон, наш гость русский военный в отставке, скорее всего, инженер в звании не ниже майора, из семьи потомственных военных, вдовец, изобретатель, несколько лет назад вернулся из Афганистана, где, возможно, проходил службу». Повернувшись к сидящему в кресле мужчине, Холмс впился зубами в мундштук трубки и закончил «А еще, совсем недавно вы убили нескольких человек и, думаю, намерены убить еще». Ни один мускул на лице мужчины не дрогнул. «Очень интересно, мистер Холмс, браво, а теперь позвольте узнать, из чего следуют ваши выводы. Почему вы решили, что я русский? Неужели мой английский так плох?» Вернувшись в свое кресло, Шерлок сделал пару добрых затяжек из трубки и только после этого ответил нашему гостю. «Ваш английский почти идеален, просто цвет ваших волос весьма редок, пепельно-русый оттенок встречается либо у пруссаков, либо у русских, но ваша артикуляция ясно дает понять, что к германцам вы никакого отношения не имеете». «Хм, согласен, а как вы определили, что я военный, да еще потомственный?» «Об этом говорят выправка, прическа, четкость, построение фраз и тон. Помимо этого, ваша поза с упертой в бедро рукой сообщает мне, что ваши предки, скорее всего, были кавалеристами или казаками. Кажется, есть в России такое воинское сословие». Широко улыбнувшись, мужчина указал взглядом на свою упертую в бедро руку. «Вы правы, но как моя поза указывает на принадлежность к казакам?» «Проводя много времени в седле, напряжение. Это не самый плохой способ сделать это. Зачастую подобная мышечная память передается потомкам». Покинув свое место за столом, я достал из кармана сигару и, откусив кончик, раскурил ее. «Ну, то, что я военный инженер, вы определили по мозоли от частого обращения с чернильным пером и мелом на среднем пальце, что я в отставке по состоянию этой мозоли, ведь я действительно давно перестал много писать. Вдовца опознали по обручальному кольцу на левой руке, хотя оно и скрыто перчаткой. Службу в Афганистане по четкам в кармане моего пальто. Но, как вы узнали, что я изобретатель и убийца?» Докурив трубку, Холмс положил ее на стол. «Ваш пиджак сшит на заказ с таким расчетом, чтобы скрыть неизвестные мне механизмы, закрепленные на запястьях и предплечьях, а об убийствах мне поведали брызги крови на вашем пальто. Они хоть и старательно затерты, но явно нанесены в разное время». В гостиной воцарилась полнейшая тишина, и только звук вечно спешащих часов на камине нарушал ее. Встав с кресла и, одернув рукава пиджака, на мой взгляд, ничем особенным не выделяющихся, мужчина по-военному цокнул каблуками ботинок и, кивнув головой, представился. Константин Серебряков, майор инженерных войск его императорского величества в отставке, прибыл в Лондон по сугубо личному делу. Посчитав, что все приличия соблюдены, он сделал пару шагов в сторону Шерлока и, спрятав руку в перчатке в карман брюк, сказал «Моя сестра Анна, жена графа Лагвуда, много рассказывала мне о вас, мистер Холмс. Она буквально заворожена вашим даром. Хотел убедиться в этом лично. Не обижайтесь». Взглянув на русского снизу вверх, Шерлок сплел пальцы рук на груди и скулы на его щеках напряглись. «Для чего вы пришли на самом деле?» «В ближайшие несколько дней я прибавлю работы вашим полисменам, хотя они меня беспокоят мало. Не в их силах доставить мне неприятность. Мне бы хотелось...» Сдвинув брови, Холмс метнул гневный взгляд в русского. «Наверное, вас беспокою я. Вы же пришли, чтобы убедиться в моей компетенции. Ну и как? Опасен для вас Шерлок Холмс». Задумчиво проведя большим пальцем руки по верхней губе, Константин сказал «Возможно, но даже вы не сможете меня остановить. Люди, за которыми я охочусь уже три года, все равно умрут. Вам же достаточно знать, что это отъявленные преступники и злодеи. Никто не вспомнит их добрым словом. Это не по закону!» Повторно перебив нашего гостя, Шерлок резко встал с кресла. Наблюдая со стороны за этой парой, я видел, как встретились их взгляды, и на мгновение мне даже показалось, что произошло это с лязгом и скрежетом скрестившихся в поединке клинков два сильных характера, противники, достойные друг друга. Я знаю, что это противоречит законам цивилизованного мира, и постараюсь сократить число жертв. Однако это все, что я хотел вам сказать, мистер детектив. Кивнув нам на прощание, русский быстрым шагом направился к выходу из гостиной, но за секунду до того, как он взялся за дверную ручку, Шерлок бросил ему в спину. «Может быть, скажете, кто ваши жертвы?» «Ну, или намекнете хотя бы». Скрываясь за дверью, русский ответил, «Нет, не хочу облегчать вам жизнь и усложнять себе». Потушив сигару, я подошел к окну и пару минут наблюдал за мощной фигурой нашего гостя, исчезающей в толпе прохожих. «Убийца!» произнес я. «Мститель!» ответил Холмс из глубин своего кресла. Баранина под чесночным соусом безнадежно остыла, и съели мы ее без всякого аппетита. Обед проходил в полном молчании, но после того, как миссис Хадсон подала нам кофе, Холмс попросил меня просмотреть свежие газеты. «Что искать?» осведомился я. «Многочисленные жертвы», ответил Шерлок. Мой друг детектив оказался прав, и совсем скоро я наткнулся на следующий текст в колонке криминальных новостей. Скотланд-Ярд сообщает, что накануне вечером 10 сентября 1885 года около десяти часов вечера по адресу Даунинг-стрит 18 была вызвана пожарная команда в связи с сильным пожаром, начавшимся в помещении склада. Огонь был потушен, но при обследовании помещения были найдены восемь тел со следами насильственной смерти. Прибывшая на место преступления оперативная группа следователей Скотланд-Ярда установила, что трое погибших были застрелены, двое убиты неустановленным метательным оружием, причина смерти остальных не установлена в связи с тем, что их тела сильно обгорели. Возглавлявший следователей старший инспектор Лестройд заявил, что данное преступление стало следствием войны, банд за территории все виновные в самое ближайшее время будут задержаны и преданы суду. — Думаете, это наш новый знакомый? Сворачивая газету и кладя ее на стол, спросил я задумавшегося Шарлока. — Это точно он. На следующее утро наш завтрак и покой были нарушены ворвавшимся в гостиную Лестридом. Старший инспектор размахивал руками, много избивчиво говорил, а когда понял, что на него никто не обращает внимания, успокоился и попросил миссис Хадсон принести ему чистую тарелку. Замерев на стуле, он вытянул свою лисью мордочку в сторону Шарлока. Когда великолепный черный чай был допит, а все тосты и джем съедены, Холмс повернулся к Лестриду. — Что случилось, мой друг? Неужели Скотланд-Ярд снова в тупике? Инспектора будто опять прорвало. — Скотланд-Ярд, спрашиваете вы? — Да, то есть нет, мы все в тупике. Я только что с Фишер-стрит 52. Там настоящая помощь. Пятнадцать трупов, озера крови и все, отправились на тот свет стараниями каких-то негодяев уже второй раз, осмелившихся гадить в моем городе. — Как они были убиты? — ледяным тоном задал вопрос Шарлок. — Изощренно. Кого-то застрелили, двоим сломали шею, у нескольких ножевые ранения, но у большинства из тел извлечены вот такие милые штучки. Лестрид вынул из кармана газетный сверток и положил на стол. Кончиками пальцев я развернул бумагу и нашему взору предстали два метательных штыря толщиной из палец, застренных с одной стороны. — Каково? Одному бедняге такая штучка снесла половину черепа, а другому порвала в клочья сердце. Внимательно осмотрев улики, Холмс спросил, кем были убиты. Расхаживающий взад вперед по комнате инспектор с досадой махнул рукой. — Отбросы, худшие пробы, убийцы, насильники и головорезы, в общем, клейма на них ставить негде, публика мне хорошо знакомая. Разминая затекшую от долгого сидения на одном месте ногу, я обратился к Лестриду, попытавшись его успокоить. Так в чем же дело? Стоит ли так переживать по ним? Замерев возле весело потрескивающего камина, инспектор раздраженно ответил. — Да плевать мне на эту компанию, просто оба адреса принадлежат одному владельцу, точнее двум, братьям Бакли, бесцеремонно перебив Лестриде, Холмс бросил металлический штырь инспектору в руки. Ловко поймав улику и спрятав ее в карман, полисмен улыбнулся и вернулся за стол, ожидая от Шарлока пояснений. — Мистер Холмс, если вы что-то знаете, то должны поделиться со мной сведениями. Я представитель закона и бросьте молоть чушь Лестрид. Я знаю то же самое, что и вы. Эндрю и Мортемер Бакли, бывшие военные и внуки лорда Арчибальда Бакли, адмирала флота и ее величества в отставке. Пошли по кривой дорожке и в настоящий момент заправляют половины преступного мира Лондона. Они жестоки, умны и абсолютно лишены моральных принципов. — Да-да, Холмс, вы правы. Проституция, контрабанда, грабежи, убийства — все это Бакли, добавил, утирая носовым платком вспотевшее лицо Лестрид. — Так в чем же дело? Арестуйте их, просматривая утреннюю газету, сказал я. Взвившись со стула, старший инспектор снова начал мерить гостиную шагами. — Вам легко говорить, а эти подонки, внуки прославленного адмирала и личного друга королевы, запнувшись о ножку стула, Лестрид смешно взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. — Между прочим, они ветераны какой-то там компании и неоднократно награждены. Я ничего не могу им сделать. Склонившись над камином, чтобы подбросить дров, Шерлок, не оборачиваясь к инспектору, спросил, «Так что же вас беспокоит?» Воздев руки к потолку, Лестрид запричитал «Боюсь, что начнется война на улицах. Кто-то убивает людей в акле и уничтожает их бизнес, но не просто так этого не оставят». — Я понял вас, инспектор. Холмс отошел от камина и направился в свою комнату. «Если нам с доктором станет что-то известно, мы сразу сообщим вам». Лестрид словно ветром сдуло и только колокольчик на двери сообщил нам о его уходе. Заглянув в комнату Шерлока, я застал его за выбором выходного гардероба. «Одевайтесь, Ватсон, нам пора. Едем на место преступления». «Нет, думаю, нам просто необходимо познакомиться с сестрой нашего русского друга». Анна Лагвуд была изящной блондинкой с вьющимися волосами и очаровательными веснушками на щеках. Я сразу вспомнил, где ее видел. Около года назад мы с Шерлоком занимались странной смертью отца ее подруги графини Пемброк. Тогда Анна очень помогла нам. «Я знала, что вы придете ко мне». Внимательно взглянув на женщину, Шерлок сделал удивленное лицо. «Разве? И что заставило вас так думать?» Слезы ручьем хлынули из глаз графини. «Вы пришли из-за Константина. Я так беспокоюсь за него. О, мистер Холмс, посоветуйте мне, что делать, как ему помочь? Расскажите, зачем ваш брат приехал в Лондон?» Скомков носовой платок в кулаке, Анна рыдала на моем плече, нисколько не заботясь о своем внешнем виде. Только спустя десять минут нам удалось ее успокоить, и она начала свой рассказ. «Мы с Константином рано потеряли родителей. Отец наш проходил службу на Кавказе и погиб в стычке с горцами, а мать без него жизни не представляла и наложила на себя руки. Воспитывал нас наш дед, который служил в Министерстве иностранных дел по дипломатической части. Человек он был серьезный, ответственный и заботился о нас как следует». «Наверное, много переезжали», протягивая Анне стакан с водой, спросил Холмс. «Да нет, мы почти двенадцать лет прожили в Китае, а когда Алексей Васильевич вышел в отставку, переехали в Санкт-Петербург. Мы с Костей были не разле и вода, не просто брат и сестра, а верные товарищи, единомышленники. Не раз меня ругали за расцарапанные коленки и расквашенный нос». Графиня сделала несколько глотков из стакана и улыбнулась своим воспоминаниям. А потом брат стал кадетом, он всегда хотел быть военным, как отец, подрос, возмужал, но меня не забыл, и деда тоже. Каждый праздник проводил не с друзьями товарищами, а со своей маленькой семьей, поступил в военную академию и закончил ее с отличием, получив специальность военного инженера-строителя. Потом была служба в Сибири, откуда Костя привез Полину и Машеньку. Анна надолго задумалась, нервно теребя платок в руках, и мне пришлось поторопить ее. Полина и Машенька — это жена и дочь? — Да, извините, задумалась. Брат так их любил, так любил, баловал, в дочке души не чаял. Я с Полиной подружилась, и подруги лучше у меня не было. Вздохнув, графиня сделала еще один глоток из стакана с водой. После смерти деда я встретила Ричарда, а Костя получил новое назначение. Послали его строить дороги, мосты и больницы в Афганистане. Обстановка там была неспокойная, и занимались этим исключительно военные. Полину и Машеньку — ей уже четыре годика исполнилось, он забрал с собой. и слезы снова потекли ручьем. Мы с Шерлоком даже подумали, что еще одной истерики не избежать, но она продолжила свой рассказ. А год спустя на лагерь строителей напали местные бандиты, убили многих рабочих, сожгли здания, стройматериалы, перебили вооруженную охрану и, всхлипнув, графиня закрыла лицо ладонями. — Семья вашего брата погибла? положив руку на плечо Анны, спросил Холмс. — Не просто погибла. Эти дикари, варвары, надругались над Полиной и отрезали ей голову. Представляете, ее так и не нашли, так и похоронили без головы. За что? Она была врачом и лечила местных. Ком в горле мешал мне говорить, но я все-таки опередил Шерлока и задал вопрос первым. — А девочка? Тяжело вздохнув, Анна убрала руки от лица и ответила. Ее тоже убили, а затем распяли на стене дома, как маленького ангела. Мы с Холмсом переглянулись. По крайней мере, нам стала понятна причина мести русского. — Константина, не было в лагере? — поглаживая женщину по плечу, спросил Шерлок. — Нет, не было. Кто-то взорвал мост в горах, и брат ездил туда, чтобы оценить масштабы разрушения. Вернувшись, увидев тела жены и дочери, он впал в какое-то странное состояние. Говорят, он просто замер на месте и стоял так много часов. Его не смогли привести в чувство, и в таком состоянии привезли в Россию. Я бросила свои дела в Лондоне и проводила все время с ним. Кормила его из ложечки, читала ему, разговаривала, пыталась привести в чувство, но все было напрасно. Я слышал о таких случаях, но сам лично их не наблюдал, отвечая на вопросительный взгляд своего товарища, пояснил я. Это происходит в результате сильнейшего психического шока. Очень часто люди так и не выходят из этого состояния. Он очнулся через два месяца. А что вывело его из шока? Я нечаянно разбила чашку. Костя моргнул и взглянул на меня, как будто и не было ничего. Оказывается, он все слышал и понимал. Громко высморковшись, графиня продолжила. Через неделю брат собрал вещи и уехал, но до этого уволился со службы. А куда он поехал, поинтересовался Холмс? В Афганистан. Он пояснил вам цель своей поездки? Нет, он ничего не сказал. Я предложила ему свою компанию, но он категорически отказался. Вернулся Костя через полгода. Я уже и не надеялась его больше увидеть. На него было страшно смотреть, а его левая рука была ужасно изуродована. Что с ней было не так? Взглянув на Шерлока, женщина громким шептом произнесла, на ней не было ни одного ногтя, и кожа в нескольких местах содрана. Чтобы не акцентировать внимание на тяжелых для Анны воспоминаниях, ваш покорный слуга задал ей новый вопрос, что произошло потом? Потом я не смогла добиться от брата объяснений. Он ничего не рассказывал и все время молчал. Наши отношения изменились, понимаете, доверие исчезло. Смахнув каплю влаги с верхней губы, женщина шмыгнула носом, будто маленький ребенок. Мне стало жаль Анну, и я протянул ей свой носовой платок взамен насквозь промокшего в ее руках. Она благодарно кивнула и закончила свою историю. Я уехал обратно в Англию и несколько лет его не видела. Правда, он аккуратно продолжал поздравлять меня со всеми праздниками с помощью телеграмм и писем. На днях Константин приехал в Лондон, принес мне цветы, подарки, улыбался, согласился остановиться у нас, проговорили целый день. Мы с Ричардом даже начали думать, что у него все наладилось, а потом брат сказал, «Он не уточнил какое? Может быть, Константин кого-то искал?» спросил Холмс. «Нет, я пыталась узнать, но тщательно, а вчера он вернулся очень поздно и сразу пошел в ванну. Я обыскала его пальто и нашла в кармане патрона от револьвера, пару каких-то железяк, странные четкие, и узкий изогнутый нож в потайном кармане. Он привез его из Афганистана, «Я знаю». Допив воду и поставив стакан на стол, графиня понизила голос. Один из рукавов пальто был в каплях крови, я уверен. Уже в Кэбе, покачиваясь из стороны в сторону, каждый из нас обдумывал услышанное в доме лагбудов. Русский жаждет мести, и винить его трудно. Мне было искренне жаль Константина, однако убийство людей оправдать чем-либо невозможно. «Шерлок, а как вы определили, что четки афганские?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «Кстати, Анна назвала их странными. Почему?» Задумчиво разглядывая на балдашник трости, Холмс сказал, «Только в афганских четках бусины чередуются со свинцовыми пулями. Знак непокорности и готовности сражаться. Я уже встречал такие раньше. А ведь странная история. неправда ли, Ватсон?» «Трагическое. Мне очень жалко этого русского солдата. Очень не хочется отправлять его за решетку. Но придется». «Придется. А что вы думаете о его поездке в Афганистан после возвращения в сознание?» Немного собравшись с мыслями, я, пользуясь методом анализа информации, которым обучил меня Холмс, ответил, Константин шесть месяцев провел в этой стране. Вряд ли он все это время искал пропавшую голову жены. Скорее всего, русский выслеживал напавших на лагерь. Не исключаю, что он угодил в плен, и его пытали. Отсюда повреждение руки. Так же ясно то, что не все виновные наказаны, иначе сейчас мы бы с вами об этом не говорили. Скорее всего, кто-то из афганцев сбежал в Англию, и сейчас прячется здесь от нашего мстителя, и поэтому погибло уже двадцать три человека. Разве Константин похож на серийного убийцу? Тут я был вынужден согласиться с Холмсом. И еще мне непонятно роль братьев Бакли. Почему оба нападения совершены на их склады? Может быть случайность? Возможно убийца затерялся среди людей, работающих на братьев. Возможно, медленно произнес Шерлок, но нам надо в этом убедиться. Эй, Кэбмен, знаешь, где дом адмирала Бакли? Господа детективы, да мне глубоко плевать на этих ублюдков. Они больше не внуки мне. Я лишил их наследства и не хочу иметь с ними ничего общего. Лорд Бакли, брызгая слюной, яростно размахивал руками перед нашими лицами и кричал так громко, что стекла в окнах дрожали от его командного баритона. Я инстинктивно сделал шаг назад, от разгневанного крикуна Шерлок же был сама невозмутимость и любезность. Он только покачивал головой в такт словам аристократа, будто совсем соглашаясь. Мы просто хотели узнать... У меня уже в печенках сидят эти мерзавцы. Ничего не хочу слышать о внуках, и если завтра они сдохнут от своего зелья, даже не подумаю прийти к ним на похороны. Лицо адмирала покрасняло и контрастировало с абсолютно седыми бакенбардами, воинственно топорщившимися на щеках. Я периодически поглядывал на висящую над камином внушительного вида абордажную саблю, серьезно опасаясь, что личный друг королевы, взбешенный нашими вопросами, воспользуется ей. Зелья о чем вы? Я говорю о той отраве, к которой эти недоноски пристрастились в Афганистане, играя в свои жалкие тайные игры, оскорбляющие честь нормального аристократа. Улыбка пролегла по тонким губам моего друга, а это всегда означало, что след взят и расследование идет в правильном направлении. Могу посоветовать вам доктора, который лечит зависимых от опиума людей. Надеюсь, прошло не более года, и им можно помочь. Шерлок сделал вид, что достает визитницу. А, прошло более трех лет, и лечиться они не желают. Пусть ваши доктора катятся куда подальше, вместе с вами. Покинув особняк лорда Бакли, я чувствовал себя униженным и оплеванным, в прямом смысле слова. Какой неприятный человек. Выше нос, Ватсон. Что мы узнали? Протерев лицо свисающим на грудь шарфом, я повернулся к Холмсу и сказал. Бакли были в Афганистане в то же время, что и Константин с семьей. Возможно, они наркоманы, да еще и адмирал лишил их наследства, в котором они и не нуждаются. В конце концов, половина преступников Лондона работает на них. А еще? Вроде бы все. Укоризненно покачав головой, Шерлок засмеялся. Вы слишком впечатлительны, мой друг, поэтому упустили самое важное. Лорд упомянул про тайные игры, недостойные аристократов и джентльменов. И про что это он? спросил я, поежившись от порыва холодного ветра. Элементарно, Ватсон. Братья Бакли служили в разведке. Вечер мы провели в покое и тепле. Правда, без визитеров не обошлось. Дважды к нам заглядывали всевидящие и всезнающие беспризорники Шерлока, а перед самым сном нас навестил инспектор Ле Стрейт. Выглядел он словно побитая собака, из чего мы сделали вывод, что расследование с мертвой точки не сдвинулось. Единственное, что удалось узнать полисмену, так это то, что неподалеку от места происшествия на Фишер Стрит видели высокого мужчину в сером пальто, а местонахождение братьев Бакли тоже достоверно ничего известно не было. Солнце еще не успело прогнать сумерки, а мой неугомонный друг уже стоял возле моей постели в верхней одежде и с морским биноклем на шее. Вставайте, Ватсон, нас ждут великие дела. Наш русский друг покинул особняк Лагвудов и сумел скрыться от приставленных к нему мальчишек, а ведь я послал самых умелых. Оценив шутку про великие дела и натягивая одеяло на голову, я отвернулся от Холмса. Ну, так ложитесь спать, не будем же мы искать Константина по всему Лондону. На ваше счастье, доктор, я знаю, куда он направился, жизнерадостно заявил Шарлок. Разочарованно вздохнув, я вылез из-под одеяла. Что-то я совсем разболтался, старый дурак, так можно и последних читателей потерять. Потерпите, до финала осталось совсем немного. В общем, Холмс притащил меня на окраину города, в складской район, где все пропахло тухлой рыбой, дегтем и сточными водами. Наш наблюдательный пункт находился в заброшенной двухэтажной конторе, по которой безнаказанно гуляли сквозняки и бездомные коты, таращившиеся на нас с любопытством. Шерлок все время что-то высматривал в бинокль, а я, накрывшись пледом, который предусмотрительно захватил с собой из дома, попытался подремать, но лезшие в голову мрачные мысли не способствовали сновидениям. Думы мои, конечно, вращались вокруг мистера Серебрякова, его мести и судьбы, обошедшейся с ним так сурово. Ведь образованный, добрый и хороший человек стал безжалостным преступником, участь которого предрешена. Мы с Шерлоком задержим его и передадим Леструйду, а тот уж, будьте уверены, расшибется в лепешку, но добьется смертного приговора для русского. Время шло, облака на небе сменились дождевыми тучами, которые наполнили сыростью и без того влажный воздух. Ватсон, а вот ты наш мститель, проверьте оружие и за мной. Испугав стаю воробьев, дерущихся из-за грязной хлебной корки, мы с Холмсом пересекли дорогу и оказались напротив трехэтажного склада. Когда-то стены здания были покрашены в желтый облезшая краска с трупьями слезала со стен, открывая взгляду почерневшие от времени доски. Внутри что-то хлопнуло, затем еще раз, кто-то закричал от боли, кто-то разразился отборными ругательствами, слышался звон стекол и треск досок. Ватсон, я не хочу убивать Константина, но если он попытается напасть на нас, не мешкайте ни секунды. Последние слова мой друг произнес на ходу, несясь ступеньком пожарной лестницы, обвивающей здание снаружи. Ударом ноги Шарлок выбил дверь на последнем этаже и, поудобнее перехватив револьвер, нырнул в сумрак помещения. Некоторое время я и Холмс шли по галереи внутри здания. Нам дважды пришлось переступать через мертвые тела, застывшие в нелепых позах посередине коридора. Русский начал свою кровавую жатву и остановить его могли только мы. Слева от нас находились многочисленные запертые двери, справа перила и провал до первого этажа, заставленного многочисленными ящиками и бочками. Спустя два десятка шагов Шарлок замер на месте и показал мне рукой вниз. Ваш покорный слуга и сам уже услышал звук голосов. Спрятавшись в тени деревянной колонны, я осторожно взглянул через перила и прислушался к происходящему на первом этаже. Говорили двое или трое. Я увидел замерзшего в окружении группы людей Константина, руки которого были подняты над головой, а вот руки окружавших его мужчин держали пистолеты и ножи, направленные на русского. Оглянувшись вокруг, я не обнаружил Шарлока рядом с собой, легкая паника на секунду овладела мной, ведь сейчас было не время терять друг друга из виду. Ватсон, Ватсон! Перегнувшись через перила, я увидел своего друга этажом ниже. Прижимая палец к губам, он указывал на замерзших внизу людей. Спустя пару минут я присоединился к Холмсу, и мы вместе на корточках замерли между стоящими здесь катушками корабельных канатов, внимательно наблюдая за разыгрывающейся внизу драмой. Ближе всех к русскому стояли два брюнета с одинаковыми тяжелыми челюстями и длинноствольными пистолетами в руках. У меня не было сомнений, что этими мужчинами были братья Бакли. — Спрашиваю еще раз, ты кто такой? Один из братьев ткнул стволом оружия в сторону Константина. — Кто тебя послал? Отвечай уже, придурок! Очень медленно русский опустил руку в карман и что-то вытащил кончиками пальцев. — Четкий, — шепотом произнес Шерлок рядом со мной. — Ватсон, приготовьтесь, сейчас начнется. Я хотел было спросить моего друга, что он имеет в виду, но события, развернувшиеся внизу, заставили меня забыть об этом. — Четкий? — Морти, смотри, у него твои четки! Когда Мортимер Бакли сделал несколько шагов к Константину, произошло следующее. Раздался металлический щелчок, и один из подручных братьев, находившихся слева от русского, рухнул на пол, прижимая руки к горлу, из которого толчками выплескивалась кровь. Второй щелчок буквально отбросил от Константина с дровяка в коричневой засаленной кепке, который, не произнеся ни звука, ничком повалился на своего товарища справа, заливая его кровью. Последовал выстрел, но тяжелая револьверная пуля пролетела над русским и угодила в чернокожего мужчину позади. Константин перекатился через голову, даже не целясь. Он от бедра дважды выстрелил в грудь Мортимера Бакли, а затем ударил рукоятью оружия по голове бросившегося на него лысого толстяка. Прикрывшись его телом, он точными выстрелами уложил еще двух противников и, отбросив продырявленного несколькими попаданиями мертвеца, бросился в погоню за Эндрю, который палил из револьвера, не целясь. Я почувствовал запах горелого, и в этот момент что-то внизу вспыхнуло. Неведомая сила подбросила меня в воздух, и даже с закрытыми веками глазам стало больно от яркой вспышки повторного взрыва, который приложил вашего покорного слугу о стен и лишил сознания. Очнулся я от страшной головной боли, лежа на боку. Пахло хлоркой, крысиным пометом и пылью. Запах больницы был мне хорошо знаком. Попытка открыть глаза заставила меня застонать. Я решил не торопиться и внимательно прислушался к разговору, происходившему, судя по всему, в двух шагах от моей кровати. «Чем ваше строительство не угодило Бакли?» Голос Шарлока Холмса успокоил меня, и, расслабившись, я смог немного обуздать мигрень. «Вы хотите сказать, чем оно не угодило Британии?» Ваши адмиралы и генералы в своем безумном стремлении вытеснить Россию из этого региона требовали результата, и Бакли, как резиденты секретной службы, дали его. Говорил мистер Серебряков, и, судя по всему, он был жив, здоров и на головную боль не жаловался. Это понятно, но при чем тут дороги, мосты и больницы, которые выстроили? Пока англичане покупают за звонкую монету лояльность местных элит, русские за уши вытягивают Афганистан из Средневековья. За три года нашей работы отношение к России простых афганцев серьезно изменилось в лучшую сторону, и Британия не могла этого допустить. Такие подонки, как Бакли, не боящиеся замарать руки, всегда в цене. Шерлок, закашлявшись, некоторое время молчал, а затем чуть охрипшим голосом задал новый вопрос. Все это вы узнали у тех афганцев, которые напали на ваш лагерь? И да, и нет. Разбойники — кстати, афганец среди них был всего один — только подтвердили мои предположения о причастности братьев к британской разведке, а также рассказали о том, что Мортимер лично настоял на обезглавливании моей жены и распятии дочери. Зачем? Для пущего эффекта, и чтобы страху нагнать на местных и новых строителей, горько пояснил русский. Забыв о боли, я, взволнованный услышанным, открыл глаза и, не обращая внимания на волну тошноты, перевернулся на другой бок. Шерлок. — О, Ватсон, вы очнулись! Ну, тогда поблагодарите нашего спасителя. Именно мистер Серебряков вытащил нас из горящего здания, да еще и в больницу привез. Удивленно хлопая глазами, я взглянул на лежащего на соседней кровати Холмса и стоящего рядом с ним русского. — Что с нами? Засмеявшись, Шерлок поспешил меня успокоить. Все в порядке. Пару сотрясений мозга и я надышался дымом. Не дождавшись от меня ничего вразумительного, мой друг вернулся к разговору с Константином. — Эндрю Бакли мертв? — Мертв. — Вам стало легче, мой друг? Палата погрузилась в абсолютную тишину. Были слышны обрывки фраз, проходящих по коридору людей. Толстая муха билась об оконное стекло, кто-то безутешно рыдал. — Дело не в этом. Просто теперь его нет. Так же, как моей жены и дочери. Дверь распахнулась, и в палату влетел лестроид в окружении нескольких полисменов. Увидев, что мы не одни, он замер и, жестикулируя за спиной русского, попытался что-то объяснить знаками Шарлоку. Спокойно повернувшись к инспектору, Константин некоторое время разглядывал его, а затем, кивнув нам, покинул палату. Дверь осталась приоткрытой, и я видел, что русский не спешил уходить. Сложив руки на груди, он облокотился на стену, замерев в коридоре. Подпрыгивая от нетерпения, Лестройд швырнул на мою кровать головной убор и, спрятав руки в карманы, начал по своей давней привычке мерить палату длинными шагами. «Ну, вы и даете, мистер Холмс. Мало того, что с доктором чуть не сгорели в складе, принадлежащем Бакли, так еще и оставили после себя десяток трупов. Без объяснения я вас никуда не отпущу. Рассказывайте, рассказывайте, голубчики, я жду». Он говорил что-то еще, но я не слушал полисмена. Я смотрел на русского инженера, стоящего возле нашей палаты, и сердце мое разрывалось от противоречивых желаний. Да, мистер Серебряков был убийцей, но кто бы взялся судить его? Уж будьте уверены, только не ваш покорный слуга. Разве что бесстрастная богиня правосудия, женщина суровая и всем воздающая по делам их. Зная принципиальность Холмса, я не сомневался, что через пару минут наручники Лестройда окажутся на руках русского. И это было неправильно. Когда только Холмс успел вызвать полицейских. Лестройд сделал все верно, вон каких здоровяков с собой привел, хотя задержать мистера Серебрякова им будет то и как непросто. И почему он не бежит? Пока у меня в голове варилась вся эта каша, ваш покорный слуга, превозмогая боль, сел на кровати, спустив ноги на пол, тапчик не было, и ледяной пол обжигал мои ступни. Я твердо был намерен вмешаться и поговорить с Шерлоком, но надо было хоть на пару минут избавиться от Лестройда. Тем временем Холмс пояснил полисмену следующее. Нет, инспектор, мы с доктором слышали только ругань и крики. Когда оказались внутри, пожар уже начался. Никаких тел мы не видели. Приступ кашля заставил Холмса замолчать, но спустя несколько секунд он продолжил. Мне очень жаль, мы даже не сделали ни одного выстрела. Можете проверить наши пистолеты. Я просто не поверил своим ушам. Сердце мое забилось чаще, а Лестройд тем временем расстроен опустил свой худой зад на стул и, вынув из кармана злополучные четки, показал их нам. Да, я все уже проверил, вот полюбить, что я нашел обмотанным вокруг шеи старшего брата Бакли. Кто-то свернул ему ее словно куренку. Нить такая прочная, что не разорвешь. В подтверждении своих слов инспектор попытался разорвать четки, но не преуспев в этом деле, убрал их обратно в карман. Выглянув в коридор, Лестройд встретился взглядом с Константином. А этот джентльмен возле вашей палаты, это из-за него вы вызвали меня? Он очень похож на человека, которого видели на Фишер-стрит. Поверьте, ваш покорный слуга испытал не самые приятные несколько секунд в своей жизни. Сердце мое снова часто забилось, а голова заболела еще сильнее. Нет, вы ошиблись, это другой, совсем другой человек, уверенно произнес детектив. Так зачем же, черт вас подери, вы оторвали меня от работы, покраснев от гнева, заорал инспектор. Холмс между тем незаметно подмигнул мне. Вы помните Алекса Хаскера? Почесав гладко выбритый подбородок, Лестройд ответил, Ньюхэмского душителя, конечно помню, грабитель, получавший удовольствие от смерти своих жертв. Редко сная мразь, я три года за ним охотился, и если бы не досадная случайность, оборвавшая его жизнь, я бы точно отправил его на виселицу. Так вот, мой дорогой Лестройд, когда медсестра везла меня на каталке в палату, я кое-что заметил. Полисмен, словно охотничий пес, привстал с кровати. Что? Говорите, не томите! Алекс Хаскер находится в соседней палате. Он набрал десять килограммов, отрастил волосы, но татуировка и след от вашей пули на теле станут лучшим доказательством для суда. Вы когда-нибудь слышали выражение «быстрее ветра»? слышали? А видели кого-нибудь способного подтвердить сию сентенцию? А вот я видел. Лестройд буквально растворился в воздухе, и только полы его плаща мелькнули в двери. Пулисмены, впрочем, тоже не заставили себя долго ждать и последовали за начальником, громко топая ногами. А ведь вы заставили меня поверить в то, что, посмотрев на Холмса, я заметил, что тот разглядывает что-то в коридоре. Проследив за его взглядом, я нашел только пустоту на месте недавно стоявшего там русского. По прошествии стольких лет я много раз вспоминал описанные мной события. Мы никогда больше не говорили с Шарлоком о мистере Серебрякове, хотя до нас доходили слухи о том, что инженер вернулся домой и построил еще много мостов и дорог. Правда, новую семью он так и не завел. Я искренне радовался за него. Что чувствовал Холмс? Не знаю. Наверное, детектив считал это дело своим поражением. А может, наоборот? Точно могу сказать только одно. Никто из нас не пожалел о случившемся тогда и сентябрь 1885 года и образ русского солдата в роли ангела смерти, несущего первобытное правосудие, людям, жестоко убившим его семью, останется со мной до самой смерти. И кто знает, возможно, поступок этот станет одним из немногих в моей жизни, за который мне не будет стыдно и на смертном одре. Владимир Сединкин «Рассказ другой человек» читал Александр Дунин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова